МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Восвятая служба информации телерадиокомпании Гомель, студии и працу Александра Гамоля, глядите в этом выпуске. Сегодня Гомельская область означает юбилей, 80-х годов с дня заснования. В Житковицком районе за непогоди пошкодженный понтонный мост. Вратовальники перевозят людей на каторах. Дорогу инновациям Гомельский технопарк и его резидентов вызволят от выплаты республиканских податков и сбора у городский бюджет. Засновальник школы гимнастыки и акробатки заслуженный тренер и тельвя дучи. Сегодня у Гомеля ушановывали Михаила Звахельского. А зараз об этом и иншим больше подробязно. Сегодня Гомельская область означает 80-годовый юбилей. Она возникла как администрационная 1-ка 15-го студии 1938 года. Территория региона зараз складает больше 40 тысяч квадратных километров. Насельничество свыше 1 миллиона 400 тысяч человек. До юбилея в каждом районе подрихтованы урочистые мероприемства. Кульминацией 20-го студии не станет урочистый сход. На им отбудется церемония ознагороджения людей, які унесли значный уклад у развития региона. А кроме того, в программе презентация выдання Гомельская область сердечно запрашаем. Часовый мост прозраку Припять в Житковицком районе буде узведены до середины соковика. Понтонную конструкцию, яка маль месяц злучала береги, зараз выкористовывает нелега. Ее мацование было сорвано на пяре до днеза на доходу и льда. Як зараз организована пероправа, доведался Дмитрий Котов. Несправность моста была выявлена на початку Снежня. Кабыдновить рух помеж Житковичем и Туровым, было принято решение об створении понтонной конструкции. И она различена на транспорт вагой до 40 тонн. Больше за месяц она злучала два береги Припяти. Однако с пагаршением умов на дворья и, як следствие, наступлением и льду, мацование было сорвано. На счастье мосту в этот момент не выкористовывался, и никто не потерпел. Трапить с одного берега на другий на властном транспорте зараз немогчима. Пероправа по воде организована супрацовниками МНС, вот на этом выратовальном катере. Все не ранится, и у сего за некольких годин такой послугой скорысталось больше за 500 человек. С одного берега на другий у основным люди накеровываются до места працы. Есть род их и наученцы установы дукации. Павел Дедовец с разумением ставится до ситуации. Особливых неозручностей учасовая отсутность понтонного моста для его не выкликая. В СМС пришло на телефон, что типа перевозят на катерах. Еще люди говорили, в интернете писали. Скажи, какие-то определенные неудобства. Все устраивают, но лучше было, если понтон стоял. До берега люди приезжают на рейсовых автобусах, после пересаживаются у спецтранспорт МНС. За один рейс он может перевезти до 8 человек. При этом конкретного раскладу поезда к Няма. Транспортный сродок начинает рух, когда заполняется пассажирами. Как переплыть в Припять, потребуется средним, когда 10 минут. Вратовальники дежурят в круглосуточном режиме. Перебраться с берега на берега можно в любой момент. Нам организован с одной стороны реки мобильный пункт управления. Имеется обогрев, производится работниками дорожной службы. И с другой стороны реки наш мобильный пункт управления установлен работниками МЧС. Трапись на автомобиле с жидковича у туров и надворот покуль до статкова складана. Объезд празмазыр Альбопинск складая коля 200 километров. Понтонный мост находится у справном стане, але уяснуютших умовах на дворе яго нельга выкористовывать. Як только отбудется потепление, конструкцию знову усталюють. После наступления благоприятных погодных условий мост будет восстановлен на прежнее место. Движение по мосту будет возобновлено. Ожидается, что в марте месяца будет смонтирован мост временный, металлический, по которому будет возобновлено постоянное движение любого вида транспорта. Дмитрий Котов, Валерий Гопанько, телерадиокомпания «Гомель» с Жидковицкого района. Протягиваем выпуск. У Гомельской области при соединении службы занятости «Працовное место» летость отримали свыше 30 тысяч человек. У многих это стало мягчимым, дякуючи профессийному навучанию и повышению квалификации беспрацовных. В минулом году в регионе больше как 2 тысячи человек освоили запотребованное на рынку працы профессии. Одна из новых форм соединения занятости – проведение профориентационных занятков с уместно с областной податковой инспекцией. Специалисты, например, отломашат нормы указа номер 337 об регулировании деяности физичных особ. Нагадаем, документ поширил пиролик видов деяностей, которые не потребуют регистрации в якости предпринимательников. И в протяге темы «Амаль-300» Жихаров Гомельской в области почали вести свою справу без регистрации у якости индивидуального предпринимательника с момента уступления у силы указа номер 337 об регулировании деяностей физичных особ. Усягу в регионе деяностей без оформления предпринимательства ведутся свыше 3 тысяч физичных особ. У поравнании с початком минулого года их колькость повеличилась на 700 человек. Найбольше за потребовательными видами деяностей, спрадогледженных указом номер 337, оказались цирюльные послуги, вытворчивость одзения и обучение из материалов заказчика. Летость физичные особи, которые ожитивляют деяностей без регистрации в якости предпринимательников, в бюджет выплатили свыше 300 тысяч рублей одинаково податку. Гомельский технопарк вызволит от выплаты республиканских податков и сборов в городский бюджет. Это приемная новина для его руководства и резидентов. А так же для студентов, которые маратью будущим трапят сюда на работу. Далее с проектами технопарка вырешили знакомить и першокурсников. Марина Джалая, протягни. На сустречу запросили першокурсников с ГДУ имя Франциска Скарыны. Будучи экономисты, уважливо и с текавостью слухали выступления кероника технопарка Дмитрия Морозова и примали удел у экскурсии по бизнес-пляцовках. Звучайно такие сустречи проводят для тех, кто уже заканчивал университет. Не стоит терять время, чтобы потом не жалеть об упущенных возможностях. Нужно сразу с первого студенческого опыта начинать овладевать знаниями, изучать углубленно английский язык, овладевать своей профессией, для того, чтобы потом после окончания вуза с полным потенциалом использовать свои возможности. Першокурсники с этим згодны. Они уверены, что вызначаться с будущим местом працы треба уже сейчас и стараться найти до своей меты. Посетила впервые этот технопарк. Я очень благодарна сотрудникам и своему преподавателю английского языка за то, что пригласили меня на эту очень интересную встречу. Я узнала об этой компании очень много. Меня, как будущего экономиста, очень это заинтересовало. Также я планирую посетить семинары, которые будут проводиться, так как это будет очень полезно для моей будущей профессии. Заразу технопарку працюем амаль полтора десятка компаний. Это около 260 человек. Первоважно, они заняты в сфере IT. На думку Дмитрия Морозова, технопарк повинен быть центром развития инновационного предпринимательства. Дорога, на бесплатной основе тут проводят цикл семинаров «Механизмы развития бизнеса». Кроме того, оказывается, активная поддержка стартап-руху умоцовывается взаимодействие с ВНУ. Уже с первого курса студенты отповедных специальностей уповинны разом с загульной адукацией отримливать и навыки развития предпринимательской инициативы. Мы активно, как вы знаете, работаем с нашими высшими учебными заведениями. Как правило, это ребята, девчата старших курсов. И вот у нас сегодня впервые первокурсники. И нам это очень важно, потому что человек, придя в университет, должен с первого курса внимательно относиться вообще к учебному процессу, чтобы, ну так скажем, не было уже поздно исправлять те ошибки, которые часто допускаются студентами на первых курсах. Это отношение к знаниям, о том, что они в любом случае будут востребованы. Университет – это та возможность, когда, ну скажем так, бесплатно получить то, что потом за что придется платить. Дякучи организации практик для старшокурсников, многие выпускники после обороны диплома отримливают тут свое первое працовное место. Марина Джалая, Сергей Лукашук, телерадиокомпания «Гомель». Постановой Совета Министров номер 13 установлены наиважнейшие метовые покажки держпрограмм на 2018 год. Так, у ответственности с программой будауниства жилья, кошт квадратного метра жилья с держпотримкой до конца года в складе коля 920 рублю. А доля энергоэффективных шмак поверховых домов досягнет 80%. Сгодно держпрограмме «Комфортное жилье» и «Исприяльное осяродье» выдатки на оказание жилево-коммунальных послуг насельництву изнизятся на 5%. Найважнейшим метовым покажиком программы «Здоровье народа» и «Демографичная обеспека Республики Беларусь» вызначено повеличение средней протяглости життя до 74,5 годов. Постанова и так само продугледжены меры по контролю за выполнением этих и других покажиков. Сегодня у Гомеля ушановывали заслуженного тренера Республики Беларусь Михаила Зваелеского. По сутности, Минавито Йон створил в регионе несусветно вядомую школу гимнастки и акробатки. Под кераунистом Михаила Зваелеского подрыхтованы сотни майстро в спорту и больше 60 майстро в спорту международного класса. На врачистостях побывал Олег Синсеров. Заслуженный тренер Республики Беларусь, выдатник народной осветы, выдатник физичной культуры Советского Союза, еще в ГТО Йон, 85-годовый Михаил Зваелеский. В ГТО спис гоноровых званий и узнагород можно додать так само нагрудные знаки за развитие олимпийского руха у Республики Беларусь и за развитие физичной культуры. В 1963-м он начинал фактически с нуля. Директор новой спортивной школы со штатом у шесть человек и безуластной базы для проведения тренировок выкористовывали спортивные залы разных средних школ. Буденных школы олимпийских резервов у Звялина Пустечи, яких у середине 60-х еще хапало у центра города. На посаде директора Михаил Звагецкий отпрацевал 40 годов свой особливый рекорд сирот директору спортивных школ Беларуси. За этот час подрыхтованы пять заслуженных майстров спорту и больше 60 майстров спорту международного класса. И такая личба на чемпионатах, кубках, перчинцах к свету Европы и Олимпийских гульнях пахованцами школы завоевана свыше 400 медалев. Не мне судить, что она сделала эта школа, но в ней подготовлено более 500 мастеров спорта, мастеров спорта международного класса. Дети, воспитанники школы принимали участие во всех соревнованиях, включая чемпионаты Европы, мира, Олимпийские игры. И в активе школы сегодня есть все медали, кроме двух. Нет золотой и серебряной Олимпийской медали. Это задача будущих поколений – пополнить вот этот багаж. Тогда в школе будет полный комплект. Михаил Звайгинский – человек уникальный. А причатор тренерской работы он на протягу 25 годов вел передачу старта и финиша на Гомском телебачене. У якоси сценариста рихтовал массовое урочистоси до разных дат – от спортивных до историчных. Почас святкования юбиляра отремливая у знагородной кветки и разом с коллективом школы Олимпийской резервы узгадывая минулые. За час поколит Михаил Звайгинский был директором установы. Сколькость тренеров-выкладчиков тут повеличилась о малю 10 разов. Сегодня это коллективу сдольны выражать задачи национального взрыва. В лесопаде минулого года спортсмены с Дюшар отремали серебряные медали по скачках на батуте на сусветных гольнях у Болгарии. Зараз тут трактуется до новых стартов. Сборная команда готовится на чемпионат мира по акробатике и готовится пару ребят на чемпионат Европы по прыжкам на батуте в ближайшей перспективе. Я надеюсь, что медали будут. Готовимся. Олег Сентяров, Евгений Матенко, телерадокомпания «Гомель». Святло колядной зорки заззяло у «Гомели». Открытый фестиваль детячих фольклорных коллективов под такой назвой открылся сегодня. В его программе концертные выступления, майстер-классы и многое іншее. На творшем форуме побывали наши корреспонденты. На сцене 10 коллективов с 4 школ областного центра улику юных артистов дети от 8 до 16 годов. Свои вокальные инструментальные номеры яны демонструют вядомым артистам, керавникам народных коллективов, а так само навыковым супрацовникам Ветковского музея старообратництва и белорусских традиций. Миновата таки состав журы, открытых фестивалю детячих фольклорных коллективов «Святло калядной зорки». Даже если там может быть уровень исполнения технически, что-то может не дотягивать, но если это будет искренне, тогда это может быть даже намного лучше воспринимается, чем идеально точно выверенное, но машинально заученное. Главное в победителе заинтересованность в том, что он делает и вера в то, что он делает. Журы оценивают конкурсантов в двух номинациях – вокальной и инструментальной, а так само в трех взрослых категориях. По выниках выступлений, вызначать владельника гран-при, а так само призеров. Этот фестиваль довольно молодый, все лета своих удельников он собрал только в другой раз. Однако поспел продемонстрировать затекавленность молодого поколения традициями и культурой Беларуси. Мне нравится петь песни на белорусской мове, и мне нравится наш коллектив, и я не боюсь сцены, и мне нравится этим заниматься. Во-первых, культура и воспитание совершенно другое, духовно-нравственное воспитание. Дети по-другому относятся не только к учителям, к школе, но и к своим родным. Это их воспитывает. Дарыши только концертными выступлениями фестиваль не обмяжевывается. Творчий форум продолжится три дни. За этот час школьники станут удельниками шматлигих майстер-классов, а так само наведуют фабрику мастацких вырубов и ветковский музей. Ганна Ковалева, Александр Харлампоу, телерадо, компания «Гомель». С просьбами об допомозе в разных житевых негодах и хворобах верники звертаются до православных святынях. На этом тыне у храма Гомельской епархии можно будет поклониться частице Рызы Господней и мощам Матроны Московской. С 18-го студеня по церквах региона пошнется хрестный ход. Святыни будут передавать с храма в храм. Убачить их можно будет в Гомеле, Светлогорске, Ужлобине, Рэшице и Рогачеве. Реликвии будут доступны для верников до 18-го соковика. Далее у эфиры «Де-факто» и «Спортивный огляд». А я с вами развитываюсь. Усяго доброго и сочите за эфиром. Эфир телеканала «Беларусь-4» продолжает программа «Де-факто» в студии Алексей Немкевич. Здравствуйте. Лед еще едва схватил водную гладь, а рыбакам не терпится открыть сезон. Однако такая поспешность уже привела к трагедии. Инцидент произошел на небольшом карьере недалеко от деревни Белец и Рогачевского района. Во время зимнего лова провалился под лед местный житель. Через плечо на утонувшем был надет тяжелый рыбацкий ящик. Местом еще одной трагедии стал закрытый искусственный водоем в Мозырьском районе. На него проникли двое подростков. Один из ребят решил опробовать прочность льда. Прошел около 10 метров и провалился. Второй пытался ему помочь, но в виде бесполезности своих действий бросился у поселок. Поселок находится на расстоянии около километра от этого водоема. С этого момента, с его провала под лед прошло около 40 минут, поэтому ребенка не удалось спасти. МЧС и освод призывают не выходить на тонкий лед, а также не оставлять детей без присмотра. Предвыходные и выходные дни оказались насыщенными и для ГАИ. За это время на дорогах региона произошло 53 ДТП, в которых три человека получили телесное повреждение и один погиб. Местом трагедии стал 288-й километр автодороги М5 Минцгомель. Под колеса грузовика попал пешеход. Мужчина стоял на проезжей части прямо по центру полосы. Еще одно ДТП с участием пешехода произошло в Гомеле на Речицком проспекте. На пересечении с улицы Жукова на транспортное средство набежал 58-летний пешеход, который с признаками алкогольного опьянения перебегал дорогу в неустановленном месте. В результате происшествия пешеходу причинены телесные повреждения. Таков обзор происшествий к этому часу. Оставайтесь с нами. Я Алексей Немкевич. Благодарю за внимание. До свидания. Первое место завоевали атлеты из Гродненского региона. В состязаниях женщин-гомельчанкам в командном табеле о рангах на пьедестал подняться не удалось. Четвертое место победили здесь могилевчанки. В личных соревнованиях у наших девушек четыре награды. Виолетта Чирик из Речицы выиграла серебро. Бронза в активе гомельчанок Анастасии Евмененко и Натальи Бельской. И спортсменки из Речицы Валерии Ярмолы. Напомню, что в соревнованиях по греко-римской борьбе сборная Гомельской области заняла третье место в командном зачете. В Гродно на минувших выходных состоялся второй тур розыгрыша женской гонбольной Балтийской лиги. Гонболистки Гомеля провели четыре игры. Выиграть удалось только в двух. Команда Томожа Чаттера дважды обыграла литовскую Горляву 29-16 и 31-18. И уступила украинской галычанке 15-18 и литовскому Жальгересу 19-22. В ближайшую субботу, 20 января, женская дружина Гомеля уже в рамках чемпионата страны ждет в гости Витебчанку. Мозерская жемчужина Полесья в рамках чемпионата Беларуси по волейболу среди женских команд в дивизионе А дважды с одинаковым счетом 3-0 обыграла Могилевский коммунальник. Команда из Мозеря сейчас в турнирной таблице занимает второе место. Лидирует Минчанка. Бомельская дружина «Энергия», выступающая в дивизионе Б мужского чемпионата страны, на минувших выходных на домашней площадке дважды играла с волейбольным клубом «Взлеты Изорши». В первом поединке гости без особых проблем оставили за собой два первых сета – 25-17 и 25-19. В третьей партии события развивались не по сценарию команды Изорши. Хозяева паркета сумели перехватить инициативу. К середине сета их преимущество доходило до шести очков. Отрыв гомельчане не растеряли и довели партию до победы 25-19. В четвертом сете аршанские волейболисты вернули нить игры в свои руки и праздновали викторию в партии 25-18 и в матче 3-1. Не хватило именно организации дисциплины игры. Нету еще сплощенности коллектива, команды такой. В отличие от соперника, который уже на протяжении многих лет участвует в этой лиге, они уже и опытные, и постаршие, и сыгранные. Мы стараемся. И я думаю, что в течение еще двух туров мы наберем обороты и будем достойно выступать на соревнованиях высшей лиги дивизиона «Б». На следующий день энергии удалось навязать борьбу сопернику, однако взять хотя бы один сет не получилось. 3-0 победа команды из Орши. На этом пока все. С новостями спорта вознакомил Максим Савин. Оставайтесь на «Беларусь-4». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова